Здравствуйте, мои уважаемые подписчики! Сегодня у нас на обзоре прицел Discovery 6х24 H.I. от компании Discovery Optics. Увеличение прицела от 6 до 24 крат. Сетка Half-Mildot на основе Милдота – это копия сетки прицелов линейки компании Hawk. Я думаю, в баллистических калькуляторах можно ставить смело эту сетку прицела. Сетка тонкая и удобная для ведения поправок по делениям как по вертикали, так и по горизонтали. Заявлено, что сетка актуальна на кратности 20, но мы это проверим. В сумерках можно применять двухцветную подсветку с многоступенчатой регулировкой. Подсветка красная и зеленая. Узел поправок оснащен тактическими барабанчиками с возможностью обнуления. Далее, когда ближе покажу этот прицел, покажу, как происходит обнуление. Удобная боковая отстройка от параллакса, от 10 ярдов. Она реально работает, реально отстраивается. Также мы с вами все это проверим и посмотрим. В комплекте с прицелом поставляются флип-ап крышки. Это не батл крик, но крышки достаточно качественные. И также килл флэш насадка, что является редкостью. И не со всеми прицелами в комплекте идет эта насадка. Также в комплекте идут кольца. Также я покажу вам их вблизи. Ну и ничего выдающегося. Обычные китайские кольца. Прицел рекомендован к установке на огнестрельное оружие ДТ-308 калибра включительно. А также на PCP-пневматику. Мы установили его на буллпап. Попробуем, посмотрим. Технические характеристики и записания на сайте. У меня здесь шпаргалочка есть. Диаметр объектива 50 мм. Кратность 6х24. Поле зрения на 100 ярдов в футах от 22,1 до 5,8. Диаметр выходного зрачка 14,5,4 мм. То есть это от минимальной до максимальной кратности. Айрелив 78-85 мм. Что очень даже неплохо. Отстройка параллакса от 10 ярдов. Это мы проверим. Диаметр трубы прицела 30 мм. Что достаточно существенно. Шаг барабана поправок 1,8 МОА. Это мы также с вами все проверим. Запас поправок плюс-минус 30 мм. Это маловато. Особенно если ставить прицел на Матадор. Мы как раз его на Матадор и поставим. И посмотрим. Хватит ли нам этих поправок или не хватит. Подсветка сетки красная и зеленая. Настройка диоптрии на окуляре. Плюс-минус 2. Вес 742 грамма заявлено. Сразу скажу, что прицел весит больше. Габариты 367 мм. И заполнен азотом. Особенности конструкции. Отстройка параллакса боковая от 10 ярдов. Реально работает и отстраивается. Тип барабанов тактический. С возможностью обнуления фиксации. Кратность 6 на 24. Подсветка зеленая и красная. Подсвечивается вся сетка как у хоуков. Сетка аналог 1-2 мелдота хоука. Так, ну давайте посмотрим, что у нас находится в коробочке. Я здесь, конечно, уже распаковал. Пакетики поснимал все. Так, вот он сам прицел у нас. В комплекте идут флипапы. С такими синенькими крышечками. Идет насадка килл флэш. Сотовая, конечно же, все это снимается. Вот в таком виде прицел весит 800 грамм. Без колец. Все это взвешивал на кухонных весах. Что мы здесь видим? Вот эти декоративные колпачки. Они скручиваются. Сейчас я один из них скручу. Очень туго скручиваются. По мне, так вообще бы их снять. Вот, скрутили колпачки. Здесь у нас, видите, есть болт для обнуления. То есть откручиваем барабанчик, снимаем, обнуляем. Ну, закрутим назад. На герметик они, что ли, какой-то посажены. Очень туго сидят эти крышки. Мне пришлось писать продавцу, потому что я сперва не понял, как их закрутить. Ну, здесь, соответственно, то же самое. Здесь снимать не надо. Колесо кратности довольно тугое. Оно прорезиненное. Но крутится достаточно туго. Не думаю, что самостоятельно будет прокручиваться. Так. Подсветка. Подсвечивается только сетка. Попробую сейчас вам показать. О, видно. То есть вот зеленый, вот красная подсветка. Вот так выглядит. Регулируется достаточно уверенно. Так, колесо от стройки параллакса достаточно туго ходит. Я думаю, это даже плюс. Так, дальше, что у нас в комплекте. Такая-то неведомая инструкция от какого-то прицела. Ну, явно не этого. То есть, ну, похоже, в принципе, что барабанчик нужно поднимать. Ну, вот видите, здесь 1,4 муа, 1,10 муа, 1,8 муа нигде не указано. То есть, какая-то универсальная инструкция для всех прицелов Discovery. Тряпочка и кольца. Кольца простые. Высокие кольца. Это хорошо для буллпапов. Прям замечательно. Ну, типа УТГ какие-то с тряпочками. Дешевые, ноу-нейм кольца. Итак, давайте сейчас посмотрим, обнулен прицел из коробки или нет. И проверим актуальность сетки. Сейчас установлен стол у меня на 15 метрах от проверочной мишени. Там расчерчена сетка по полтора сантиметра. Ну, я всегда проверяю здесь прицелы. То есть, уже здесь достаточно настроить себя. Ну, давайте попробуем покрутить прицел. Кстати, параллакс отлично отстроился на 15 метрах. И показывает 15 метров. Ну, я сейчас все это поближе покажу, чуть попозже. Так, смотрим обнуление из коробки. А прицел обнулен из коробки. Да? И сразу же актуальность сетки. На 20-ти кратах актуальна сетка. Точечка стоит около нуля. Ну, как на холках. В принципе, похоже. Вот так вот актуальна сетка. Видите, да, где точка? То есть, около нуля совпадает. Третье. Оптика. Светлость оптики. Оптика светлая. Я бы даже сказал белесая. Она, как на Vector Optics, не дотягивает до оптики Хоука совершенно. И до прицелов Маркул, которые имеют немецкую оптику. Вот эти стекла Скотт, так называемые. То есть, у этих прицелов оптика будет получше. Но в сумерках все видно. На твердую четверку я бы оценил эту оптику. Неплохая, но ничего выдающегося. Когда я изучал прицел, довольно много в него смотрел, мне было не особо комфортно. То есть, если сравнивать с тем же Хоуком, там я могу целый день смотреть в оптику и проблем никаких не испытываю. Четвертое. Механика. Реальная цена клика у нас получилась 0,122.6. Заявленная цена клика должна быть 0,125. Как видим, здесь есть расхождение. Но это расхождение есть на всех прицелов любой ценовой категории. Ну, по крайней мере, из тех, что попадали мне в руки. Реальная цена клика только на одном прицеле на несколько сотых отличалась от заявленной. Но это скорее исключение, чем правило. Повторяемость и возвращаемость поправок присутствует. Что, кстати, было очень удивительно. Я не думал, что так будет. Но, тем не менее, все повторяется, возвращается. То есть, можно попробовать пострелять по кликам с этого прицела. Пятое. Особенности прикладки. Прикладка не строгая. Достаточно комфортно стрелять по бумаге. Общее впечатление. Если отбросить цену, то в первую очередь, это копия прицела Markkul. Аналогичного. Она уступает по качеству оптике. Много решений взято от Хоука. Но другая цена клика. Причем, вот эта цена клика 1.8 MOA очень хороша для стрельбы по бумаге на дистанции 25-50 метров. Что позволяет очень прецизиозно пристреляться и работать по мишеням. Барабанщики имеют декоративные крышки, которые очень туго и неочевидно откручиваются. И это большой минус. То есть, мне пришлось звонить производителю, чтобы проконсультировал меня, как их обнулить. Ну и выглядят они, конечно, немножко по-детски. То есть, по-игрушечному. Ну хотя у нас, в принципе, игрушки. Ну а теперь давайте попробуем пострелять с этого прицела и посмотрим, что у нас получится. Ну что, постреляли на 25 метров. Хватило нам поправок, чтобы компенсировать 20 MOA от GAN Matador. Вон там наша мишень. Ну, как-то так. А так, в целом, прицел полностью соответствует своей цене. Большего ждать от него трудно. Покупать ли? Если ваш бюджет ограничен 12-13 тысячами и вы хотите именно новый прицел, то однозначно да. Прицел, в принципе, неплохой. Свою цену вполне оправдывает. Сопоставим с каприкорными, марксманами, ну и другими прицелами наших китайских братьев. Итак, уважаемые мои подписчики, мы подошли к концу. И сделаем небольшое резюме. Вполне достойный прицел за свои деньги. Рекомендовать ли его к покупке? Вполне. При ограниченном бюджете очень даже неплохой вариант. На 25 метров постреляли. На 50 метров постреляли. Я не стал уже делать съемку. У меня ограниченное было время. Нужно было отдавать винтовку. Но, тем не менее, на 25 метрах отстроился. В точку попал. Без проблем. Вот такой вот небольшой обзорчик довольно интересного прицела. Я знаю, что многие ждут этого обзора. И мое мнение будет такое. Цена качества вполне соответствует тому, что вы получите за эти деньги. Стоит ли брать, решать вам. Я себе этот прицел оставил для того, чтобы отстреливать винтовки. Здесь моя любимая привычная сетка. Но полноценной замены Хоука, конечно же, он не станет. Но стрелять на фиксированную дистанцию мне его хватит. Спасибо большое за просмотр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Делитесь ссылками с товарищами. Продолжение следует...